В соответствии с условиями на границе диэлектриков, в частности, используя связь между тангенциальными составляющими напряженности электрического поля, которая следует из условия циркуляции вектора Е по контуру L, часть которого лежит в верхнем диэлектрике, а вторая часть в нижнем диэлектрике. Отсюда следует из равенства нулю этой циркуляции и в силу консервативного характера сил электростатического поля следует условие для тангенциальных составляющих. Тангенциальная составляющая напряженности электростатического поля на границе раздела двух диэлектриков сохраняется. Поэтому где тангенциальная 1 равно и тангенциальная 2. Мы должны выделить, продолжить вектор Е2 таким образом, чтобы тангенциальная составляющая Е1 и чтобы тангенциальная составляющая во второй среде была такая же по длине. Поэтому нам придется вектор нарисовать по длине Е2. Это у нас будет Етангенциальная 2. Это Етангенциальная 1, они одинаковые. А нормальные компоненты Е1 и Е2 будут у нас иметь разную величину. Е нормальная 2. Но с другой стороны, граничные условия говорят, что нормальные компоненты вектора D, вектора электрического смещения, остаются константы. Поэтому Е1 на Е нормальная 1 равно Е2 на Е нормальная 2. Так как у нас Е нормальная 2 больше, вот этот сам множитель больше, то этот должен быть меньше. Поэтому Е2 меньше Е1. Выбрав первый ответ, вы оказались правы.